Смертность на дорогах Мирненского района растет. Свой черный вклад в эту статистику все больше вносят пьяные водители. В 2015 году в районе зарегистрировали 295 случаев управления транспортом в нетрезвом виде. В прошлом году этот показатель повысился почти в два раза. Подробнее о ситуации в районе расскажут наши коллеги. Эти шокирующие кадры появились в социальных сетях региона уже спустя полчаса после аварии. Ford Focus вылетает навстречу, где сталкивается с Волгой. После удара машины превратились в груду металлолома. Водителя Волги из кузова позволяли спасатели. После за жизнь боролись медики, но тщетно. Мужчина скончался в реанимации. Водитель иномарки отделался ссадинами. Сразу после ДТП он признался. За руль сел пьяным. Сегодня выпивали спиртное? Тут пиво. Ехал на дачу с женой, поссорился. Хотел на даче проспаться. Все. Как считаете, кто виноват в ДТП? По моему мнению, Волга виновата. Она выехала на мою полосу. В отношении водителя Ford возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. А это кадры другого происшествия. Финал почти получасовой погони шокировал полицейских. В машине, по которой они чуть было не открыла огонь, находилось 6 человек. В том числе малолетний ребенок. Как выяснилось, компания молодых людей весело провела время на речке и возвращалась домой под градусом. 27-летний водитель и раньше нарушал правила движения и уже привлекался за езду в нетрезвом состоянии и без прав. Суд приговорил водителя к штрафу и 10 суткам административного ареста. Продолжать говорить о подобных случаях можно бесконечно. Число задержанных пьяных водителей в регионе неуклонно растет. К примеру, в 2015 году в Милинском районе зарегистрировано 295 случаев, когда автовладелец управлял машиной под градусом. В прошлом году показатель вырос почти в два раза. 413 случаев. А в 2017, похоже, нас ждет очередной рекорд. Ведь только за полгода полицейские задержали 300 пьянок за рулем. Но штрафы и лишения прав, похоже, не пугают людей. Сегодня пьяного водителя ждет штраф в 30 тысяч и лишение прав до двух лет. Если автовладелец попался повторно, штраф возрастает до 300 тысяч и лишение прав на три года. По решению суда могут добавить и до 480 часов обязательных работ. Однако инспекторы отмечают, бороться с пьяными водителями, особенно в наших небольших городах, эффективнее всего, сообща и вместе.